Добрый день, дорогие друзья! Я вас приветствую на новой неделе, предпраздничной неделе Директ-Академии. И сегодня у нас в гостях Владимир Наумов, которого вы уже, наверное, хорошо знаете. Ну что ж, я не буду очень долго рассказывать, хочу только напомнить, что в самом начале чата я разместил 4 полезные ссылки, связанные с Директ-Академией. Первая из них ведет на наш сайт, где можно зарегистрироваться на все вебинары до конца нашего учебного года. Вторая ведет на наш видеоканал на YouTube, на который я вам настоятельно рекомендую подписаться. Там вы увидите в том числе и запись нашего сегодняшнего вебинара. А вообще там более 400 записей других вебинаров уже хранится. Третья ссылка ведет на страницу наших онлайн-курсов. Ну и, наконец, последняя ссылка на страницу выдачи сертификатов, где вы сможете приобрести сертификат сразу после окончания нашего сегодняшнего вебинара. И, наконец, я хотел бы проанонсировать три следующих вебинара, которые у нас должны состояться на этой неделе. Неделя у нас короткая, напомню. Вот эти три вебинара. 5-го числа завтра, 5-го марта. Константин Леонтьев, который является юристом компании Direct Media, прочтет вебинар, проведет вебинар «Электронные учебные издания как объект авторского права». 6-го марта, как всегда в 15 часов, в отличие от остальных вебинаров, у нас будет Марина Орешко с вебинаром «Визуализируй это. Инфографика статичная и динамичная». Да, кстати, и Марина расскажет на своем вебинаре, кроме темы вебинара, она расскажет еще о своем курсе, который мы запускаем в начале апреля. Ну и, наконец, 7-го числа, в предпраздничный день, в 12 часов, Дмитрий Кречман с вебинаром «Геймификация в обучении на платформе и Леонинг 4G». Все, мое вводное слово закончено. Я для введения сегодняшнего вебинара. Добрый день, коллеги. Спасибо, Павел. Спасибо, коллеги, что пришли. И я, прежде чем начать, хочу обратить ваше внимание на эпиграф к сегодняшнему вебинару. И разговаривать я буду сегодня в рамках уже привычного мне, по крайней мере, педагогического дизайна. И поэтому я предпослал эпиграфам высказывание Ганье. Предназначение учебного дизайна и, следовательно, зависимость от этого предназначения качества курса, состоит в том, чтобы мы поддерживали и обеспечивали учебную работу каждого ученика. Ну, а тема про качество обучения курсов и электронного обучения необъятная, если угодно, спекулятивная во многом. Да, здесь многое можно чего наговорить поэтического, метафорического и патетического. Но мы с вами постараемся избежать этого, следуя как раз требованиям педагогического дизайна и того опроса, который был проведен нами в интернете. Итак, вопросы, которые мы сегодня с вами обсудим. Бегло пробежимся по результатам опроса, которые ограничат вот этот вот большой концепт качества электронных курсов. Ну и рассмотрим то, что было анонсировано раньше. Обеспечивает ли качественный курс качественное обучение? Все ли мы реально, реалистично и прагматично создаем и проектируем, когда имеем дело с нашими учебными программами, неважно, дистанционные, не смешанные или даже очные тренинги? Является ли квалификация разработчиков гарантией успеха? Ну и способно ли смешанное обучение снять ограничение обучения дистанционного? Итак, вот перед вами скриншот опроса. Проголосовало не так много людей, к сожалению, но тем не менее, 118 человек, имея возможность выбирать несколько вариантов ответа, дали хоть какое-то количество высказываний, которые можно уже каким-то образом обсуждать. От предметной работы и мы пойдем. Итак, вопросы, вернее, варианты ответов опроса размещены по убыванию снизу вверх. Итак, что мы с вами можем здесь увидеть? Вот результаты опроса и количество выборов в конце обозначено. Вопросы на самом деле, конечно же, они нивелируют поведение отвечающих, да? Но тем не менее, наибольшее количество вариантов ответа было связано именно с квалификацией разработчиков курсов и квалификацией, надо полагать, у преподавателей. Итак, с дефицитом знаний в области теории и методологии, обучения, методики обучения и так далее, 63 ответа было дано. И неумение авторов контента адаптировать свои привычные устные материалы, надо полагать к условиям дистанционного смешанного обучения. Другая группа, да, то есть причины были разделены, разделились на две группы. Скажем так, внутри преподавательские или внутри дизайнерские, да? И внешние, такие как отсутствие необходимых средств, имеется в виду редакторов курсов, других средств, при помощи которых может разрабатываться учебный контент, а также приличное количество вопросов занял упрек, связанный с недостаточной компетенцией заказчика обучения. Особенно это характерно для корпоративного обучения, для повышения квалификации и после дипломного. Также немалое количество вопросов пришлось на, вариантов ответа пришлось на дефицит времени и финансовых ресурсов. Как видите, вопрос этот находится в числе лидеров. Тем не менее, вернувшись к нашим таблицам, мы можем констатировать, что, да, что вот эта вот группа вопросов лидирует именно причины недостаточного качества обучения, да, в абсолютных величинах, связанные именно с компетенцией разработчиков курсов. На втором месте всякого рода дефициты, да, времени, денег, средств разработки и тому подобных вещей. Но если мы попробуем суммировать эти вопросы, то окажется, что вот эти внешние причины, да, отсутствие там времени, денег, кадров или программного обеспечения и так далее, в сумме мы больше виним внешние обстоятельства, хоть и незначительно, нежели свой недостаточно высокий профессионализм. Трудно судить, да, насколько эти данные статистически выверены, но, по крайней мере, они совпадают с моими субъективными ощущениями и с теми соображениями, которые у меня были предположениями и до начала вопроса. Мы свалим, мы валим все на внешние обстоятельства, которые, безусловно, играют колоссальную роль. Ну и себя тоже любимых не забываем. Вот причем участники опроса, участники опроса, да, в этой ситуации, да, могли выбрать и один вариант ответа, и несколько. Да, Игорь, я прекрасно понимаю, что данные не проверены, не выверены, не приведены каким-то, не являются приведенными, это абсолютные баллы. Кто участвовал? Итак, из корпоративного сектора, я сейчас беру те абсолютные баллы, которые были. У нас было 17 человек из вузов, кроме педагогических, как видите, доминирует 57 человек. Из после дипломного образования в рамках вуза, по сути дела, те же самые вузы, 8 человек, да, подавляющее доминирование. А вот из педагогических образовательных учреждений, там, я имею в виду колледжей, университетов, у средних школ и дошкольного образования у нас все равно, слушать, респондентов было больше, нежели из корпоративного сектора. Совсем незначительное количество, это подготовка представителей образования, работающих с обучением рабочих, да, с подготовкой рабочих специальностей и достаточно много коммерческих организаций. Трудно сказать, да, насколько отражают эти числа реальное положение в сфере, да, сколько процентов у нас занято в корпоративном обучении, а сколько там в вузовском, в педагогических вузах и так далее. Но, тем не менее, эти цифры достаточно интересны, ну, и мы, по крайней мере, сами увидели, что в нашей аудитории преобладают все-таки академический сектор, который, по-видимому, да, в вузах и в школах, видимо, работает все-таки больше специалистов по обучению, нежели в корпоративных университетах. Что на самом деле не обязательно есть хорошо. Другие ответы, на самом деле другие варианты ответов, которые можно было вводить, совпадают. Они здесь не все видны на диаграмме, так уж не очень удобно выводят Google Docs. Я добавил только некий центр мониторинга качества образования. Да, и один человек создает, а другой человек учится создавать курсы. Было и определенное количество дополнительных реплик. Они в целом вписываются в те вопросы, и даже их авторы могли бы вполне выбрать вариант ответа, не утруждая себя вводом с клавиатуры. Но, тем не менее, эти дополнительные реплики отражают достаточно серьезные проблемы. Видимо, наболело. Вот и учитель в школе перезагружен, а вот сжатые нереальные сроки, отсутствие бюджета, экономия на всем. Вот еще очень проблемное, несколько проблемных реплик, достаточно типичных и так далее. Я не буду обращать на них внимания, коллеги. И вы можете скачать презентацию и увидеть их более внимательно. Но сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на то, что и нам неплохо было бы принять участие в этом опросе. Только давайте мы поищем главную причину. Поэтому у вас единственный вариант выбора на тот же опрос. Давайте мы посмотрим, что думаете вы, уважаемые коллеги, какая из перечисленных причин, понятно, они далеко не все, является самой главной печальной причиной, с вашей точки зрения, которая ведет к снижению качества нашей работы. Так, коллеги, я призываю вас быть поактивнее. Вопросы задавайте во вкладке «Вопросы». Я постараюсь уложиться в час и ответить на ваши вопросы уже в течение примерно получаса после завершения вебинара. Поэтому, если будут какие-то вопросы, адресуйте их, пожалуйста, туда. Ну и, естественно, пока только 20 человек проголосовало, 21. Немного-немного, коллеги. Возможно, кто-то работает с мобильных устройств, и там есть определенные ограничения. Тогда напишите, пожалуйста, в чат свой выбор. Я тогда перемещу даже вариант ответа. Опрос. Так, ну, менее половины коллеги проголосовало. Анатолий Валерьевич, не знаю, о каком эксперте вы ведете речь, к сожалению. Итак, 36. Ну, коллеги, будьте поактивнее, пожалуйста. А, понятно. Хорошо, спасибо. Так, ну что ж, пока только 40 голосов, и голосов больше не добавляется. Ну, еще 15 секунд, и мы посмотрим на результаты вопроса. Нет. Различными средствами виртуального обучения. Нет, только здесь нет варианта ответа, такого варианта неумения пользоваться различными средствами виртуального обучения. Потому что это уже относится, я думаю, к компетенции преподавателя. Итак, смотрим, что же у нас лидирует. Да, спасибо. Итак, в лидерах у нас неумение авторов контента адаптировать свои материалы к условиям обучения. Видимо, на втором месте у нас идет дефицит знаний в области теории и практики. Ответы еще идут, что есть хорошо. Вот, дефицит времени и ресурсов. Как видим, в нашем с вами обсуждении коллеги ссылок на внешние причины гораздо меньше, нежели было продемонстрировано в интернете. То есть, мы с вами, участники вебинара, надо полагать, более критично относятся к себе и в меньшей степени склонны пенять на неблагоприятные обстоятельства, когда выбирают единственную причину. То есть, идет фиксация того, уважаемые коллеги, что нам есть куда расти. Итак, спасибо за голосование тех, кто это сделал. Я закрываю опрос и мы с вами движемся дальше. Итак, гарантирует ли качественный курс качественное обучение? Итак, коллеги, предположим, ситуацию сделан великолепный во всех отношениях замечательный контент, замечательный курс. Будет ли результаты обучения, процесс обучения столь же качественным? Если вы считаете, что будет, введите в чат плюс. Если это не гарантируется, да, что качественный курс не гарантирует качественного обучения, введите, пожалуйста, в чат минус. Ух ты, как много минусов. Как много минусов. Ага. А вот есть и появляются, наконец, и плюсы. И 50 на 50. А где среда? Так. А курс это и есть. Среда в рамках конкретной учебной программы. Потому что в курс может включаться преподаватель, может не включаться. Может включаться группа, может не включаться. Могут быть факультативные материалы, могут быть. Может быть, но не гарантирует. Так вот, мы нередко и достаточно часто, особенно в корпоративном обучении, сталкиваемся с такой ситуацией, что классный курс, классный контент. Замечательный, но, однако, этот курс не дает нужного результата, нужного компании или нужного обществу, государству, если это речь идет о ВУЗе или о другом государственном обучивательном учреждении. Итак, допустим, у нас есть прекрасный курс с замечательным контентом. Там и видео, и текстовые курсы, и упражнения многочисленные и так далее. Итак, перед вами фрагмент материалов одной из слушательниц нашего онлайн-курса. Разработчик онлайн-курса под названием «Машинное обучение для менеджеров». Предмет изучения в этом курсе. Основа машинного обучения для решения бизнес-задач. Нетрудно догадаться, что это курс корпоративный для достаточно высокотехнологичной компании. Но это не IT-компания. Больше о компании я вам ничего не скажу. И с какой она страны, эта компания, я тоже не скажу. Итак, доставка обучения. Специфика доставки обучения. Этот курс асинхронный и дистанционный, без обратной связи для обучающихся. Необязательный, но рекомендуемый. Целевая аудитория этого курса. Менеджеры разных отделов. В том числе отделы персонала, продаж, маркетинга, технических, естественно, всяких служб и отделов. И этим менеджерам нужно научиться ставить задачи специалистам по машинному обучению, по работе с большими данными и интерпретировать результаты машинного обучения. Курс разрабатывался на аутсорсе. И разработчики курса сами толком не знают, каков уровень базовой подготовки аудитории. А заказчик не сообщает. Так бывает по жизни очень часто. И идут предположения, что уровень подготовки нулевой, что является неблагоприятным фактором, поэтому стоит минус. Совершенно очевидно, что в этой компании это менеджеры. И среди них есть, безусловно, высокомотивированные и активные люди. Потому что это специалисты и руководители отделов, проектов и тому подобных вещей. Что является позитивным фактором. Очень уверенные в себе люди, потому что они менеджеры и руководители. 50 на 50, видимо, решили разработчики этого курса. Поэтому, конечно, они очень заняты. Итак, курс необязательный. Курс называется «Основы машинного обучения. Аудитория. Руководители отделов, в том числе и непроизводственных». Как вы думаете, уважаемые коллеги, будет ли этот курс иметь высокий или невысокий результат? Если он будет иметь скорее высокий результат, введите в чат «плюс». Если он будет скорее иметь невысокий результат, введите в чат «минус». При этом, подчеркиваю, контент у этого курса очень хороший. Так, кто-то не слышит. Ну, больше жалоб у нас нет. Надеюсь, Любовь Александровна, либо это у вас проблемы со связью, вы можете, если будет долго не слышно, ввести «Ф5». Хотя, звук нормальный. Спасибо, Павел Юрьевич. Итак. Вот какая странная штука получается. При этом, при этом, да, мы продолжаем. Это перед вами материалы слушательницы нашего курса. Общая характеристика этого курса. Да, мотивационная характеристика. Раз курс будет по желанию, а не обязательный, то можно предположить, что внимание к этому курсу будет достаточно высокое. Ну, естественно, у тех, кто на него придет. Что же здесь минус в части внимания к этому курсу? Поскольку идея этого курса и необходимость, или добровольная необходимость, а курс абсолютно доброволен, он не принудительный, ни капельки, транслируется от работодателя, то он, возможно, будет ассоциироваться с текущей работой, а не с новыми возможностями, с текущей рутинной работой, а не с новыми возможностями, которые откроют этот курс. Минус поставил разработчик курса. Или группа разработчиков курса. Далее. Он связан, он не связан с программированием, он связан скорее с логикой, с методологией машинного обучения. Как взаимодействовать начальнику Айчар-отдела, например, со специалистом по знаниям, умеющим их еще в автоматическом режиме в рамках машинного обучения обрабатывать и использовать в бизнесе. Компания большая, данных куча. Аудитория курса 30-40 лет, активные люди, тоже плюс и так далее. Значимость. Что значит это для каждого отдельного работника? Я еще не знаю, развиваться ли мы в этой области. Минус. Люди, которые стремятся учиться, для них плюс. И так далее. Что понижает уверенность слушателей этого курса в его успехе? Люди будут предполагать, это только для математиков, я не математик, не смогу этого взять, этот курс. Еще один негативный фактор, вот он ниже. Фрустрация. Выучил, а что дальше мне делать, если у него нет доступа ни к специалисту по знаниям, ни к данным необходимым, ни к механизмам их отработки. А дальше разработчики курса, в части будут ли, отвечая на вопрос, или рассматривая тему, будут ли удовлетворены пользователи этого курса, просто откровенно написал мне, не знаю, что написать. Коллеги, это рабочие материалы, это не конечные материалы, но мы видим, что действительно хороший курс, с хорошим контентом, с хорошим содержанием, но с низкой степенью обратной связи и прочего-прочего, как вы проголосовали, может это делать. Так вот, Марина Вячеславовна, люди хватаются за многое, но вопрос в том, а вообще этой компании нужен этот курс? Или, что сделает руководство этой компании, для того, чтобы этот курс заработал, и работал на бизнес, на прибыль, для пользы и руководства, и для зарплаты, и удовлетворенности работников этой компании? Вы посчитали, что он не будет работать. Я не знаю, будет ли он работать. Скажу вам честно, этот курс и сейчас еще не сделан, он делается вот здесь и сейчас. Итак, плюсы и минусы того, что изучается в этом курсе. Тема курса. Участие сотрудников, которые в возрасте, скажем так, более 45, могут быть проблемы с тематикой. В целом, про вашу обучение в компании говорят много, тема хайповая, но минус в том, что это их первые шаги в теме, и дальше разработчик курса, или один из разработчиков курса, за этого пишет мне, не знаю, что отвечать. Да, так вот, беда в том, что очень часто разрабатываются курсы, которые в принципе могут оказаться ненужны. Я не знаю, коллеги, нужен ли этот курс той компании, которая ее заказывала. Стал ли заказчик курса жертвы обаяния моды, или же это действительно актуальная, назревшая необходимость, которая обеспечит прорыв этой. А компания высокотехнологичная, но не IT-компания. Они не занимаются разработкой IT-продуктов. Они другим занимаются, не скажу, чем. Вот. Не скажу, чем. И не скажу, какая. Но точно не, Лена Сергеевна, точно не Сбербанк. Вот проблема, которая снижает качество обучения. Далее. Следующий вопрос нашего вебинара. Реальное и виртуальное? Реальное и виртуальное в проектировании и реализации Ленинг, да и любого прочего обучения. Еще один курс. Примеры того, как пример нашей работы с одной из слушательниц также нашего курса. Велено разработать курс «Критическое мышление для профессионального развития». Предмет изучения. Психология. Хотя вообще-то критическое мышление не относится к сфере психологии, а относится вообще-то к сфере методологии, философского знания. Туда вот. Хотя, конечно, с элементами когнитивной психологии. Цель курса – развития навыков осознанной деятельности с использованием навыков критического мышления. И результаты этого курса. Не буду акцентировать на его внимание. Главное – развитие навыков осознанной деятельности с использованием навыков критического мышления. Мы немножечко поработали, пообщались, покоммуницировали, и не только я, но и другие участники онлайн-курса с автором этого курса, профессиональным психологом, работающим в ВУЗе и в компании одновременно, и узнали, какая у этого курса целевая аудитория. Это работники сферы продаж. Они не продавцы, они промежуточное звено между разработчиками услуг таких-то и таких-то, и реализаторами этих услуг в торговых точках. Задача этих людей – информировать продавцов на местах о новых пакетах услуг при их преимуществах, достоинствах, недостатках и так далее. И от количества продаж на торговых точках зависит зарплата целевой аудитории. И деятельность участников этих продаж имеет коммуникативные цели и предполагает навыки уметь учить. Спрашивается, ребята, а при чем здесь критическое мышление? Уважаемые коллеги, нужен ли такой курс этой целевой аудитории? Если нужен, введите плюс. Если не нужен, введите минус. Компания большая, в ней тысячи представителей вот этой целевой аудитории. Тысячи. Нужен ли такой курс компании? Мне не разошлись, но... Мне не разошлись. Вот. Сомневаюсь. Очень рад, Ирина Александровна, что вы с нами. Вот. И мы, поработав... Михаил, вы-то знаете, что это за курс? И вы-то знаете, что это скорее ритейл? Вот. И Беляев Игорь знает, что это за курс, и кто его автор. Тот тоже знает. Что же мы сделали? Мы поработали с автором. В результате поменялось и название курса, и предмет изучения, и цель. Остались лишь целевая аудитория. Коллеги, это не окончательный вариант, это рабочий вариант модернизации такого курса. Курс назывался, да? Критическое мышление до профессионального развития стал называться. Промежуточное название. Как перейти от автоматического, от неосознанного, от механического, от стереотипного режима работы к практикам осознанной деятельности. Вот как он стал называться. Как перейти от стереотипов, мыслительных и прагматических, к практикам осознанной деятельности. И предметом стала не психология как таковой, а психология принятия решений в профессиональной деятельности, очерченной должностными обязанностями этих людей. И целью курса стала реализация навыков особенной деятельности в трудовой практике, и критическое мышление стало лишь маленькой частью курса, где берется конкретный метод критического мышления и отлично, прагматично разрабатывается. В процессе взаимодействия произошли радикальные изменения. Еще примеры на то, я приводил примеры корпоративные, вот вам примеры опять-таки из нашей практики вузовские. Курс информатика, это вообще шедевр. Предметом изучения в вузовском курсе информатика, таком общеобразовательном для всех специальностей, в том числе и для гуманитариев. Предметом изучения в курсе информатика будет учебник информатики, составленный в соответствии со ВГОС. Другой. Основа алгоритмизации и программирования. Это уже кафедра информационных технологий. Предмет изучения почему-то язык программирования. Там было не С++, я написал С++. Там вообще был Паскаль 7.0. Так вот, нет, это зависит, ничего не зависит от автора курса. Извините, есть информатика, есть критическое мышление, есть технологии продаж. И ничего не зависит от автора курса. Потому что у предметной, у дисциплины информатика есть свой предмет. И другого не дано. В курсе основы алгоритмизации есть свой предмет. И другого не дано. И этот предмет отнюдь не исчерпывается языком программирования таким-то. Бывают и вовсе малосодержательные курсы. Они могут быть красивыми, блестящими. Они могут быть хорошими. Воздействовать на чувства, эмоции, цеплять и так далее. Но быть абсолютно бессодержательными. Скриншот из такого курса, в котором все вот таким ярким метафорическим образом. Но прагматизма нет. Еще контрольный тест есть. Как ремонтировать дыры. А вот процедур жестких. И что такое дыры в вашей жизни? Не определено. Метафора, поэзия и так далее. Еще. Ну как это скажется на качестве обучения? Люди кайф поймают от такого курса. Получат хороший эмоциональный заряд, что немало. Но знаний прагматических они не вынесут. Ну, смотря где. В дыре, в танке. Вот. И так далее. Вот. И для того, чтобы не делать подобных ошибок, коллеги, вы можете прийти и попробовать свои силы в педагогическом дизайне, придя на наш курс. То есть, мы на этих курсах садимся и работаем с людьми таким образом, для того, чтобы повысить возможное качество результатов обучения. Итак, ключевые моменты, которые необходимо знать каждому, с моей точки зрения, современному разработчику курса. Они здесь разноцветные. Скоро я объясню, почему. Да. Для того, чтобы наши курсы были качественными и результативными, мы должны следовать принципам, неким педагогического дизайна, соответствовать парадигме, избранной предмету изучения. Мы видели, когда предмет про Фому, а курс о содержании про Ерему. Когда цели и задачи и результаты обучения адекватны. Когда курс состоит не из информации, а из системы учебных событий, что обеспечивается соответствующими структурой и сценарием курсов. Хорошо написан текстовый контент, хорошо реализован нетекстовый контент, то есть возможности мультимедиа различные. Имеются в виду интеракции, имеются в виду обучения, идущие от проблемы, об этом сейчас поговорим. Перенос изученного в практику работника или студента, или школьника. Максимальная автоматизация управления тем, как ученик учится. Тут даже уместнее было написать не об учениям, а учением. Или компенсация дефицита управления учением, управлением в очной части смешанных курсов. И наличие групповой работы. Почему здесь разные цвета? Вот эти темы, которые здесь обозначены вот этим цветом, оранжевым, вот таким, изучаются у нас здесь. Темы, которые названы вот этим цветом, для них существует у нас отдельный онлайн курс. Для черного цвета свой курс, ну интеракции, об интеракциях мы говорим во многих курсах. Смешанное обучение, это у нас отдельная программа, и групповая работа, это отдельный также курс, связанный с активными интерактивными методами. И все, со всем этим вы можете познакомиться и сами создавать свои курсы в течение 10 месяцев на инкубаторе учебных курсов. Потом, если будет интересно, я подробнее об этом расскажу. Ну и вы можете скачать презентацию и пройти по ссылкам. Итак, еще одна штука, которая ведет к ухудшению качества. Существует несколько парадигм обучения «я», мы ограничимся четырьмя. Каждая парадигма обучения «я» потому является парадигмой, что в ней есть доминирующая ценность. В традиционной классической академической парадигме главной ценностью является передача культурного опыта. И человек, и ученик ценен постольку, поскольку он овладел необходимой суммой знаний и норм поведения. В рациональной, бихиористической деятельности и компетентностной или деятельностном подходе. Что главное? На основе полученных знаний, они получены здесь, адаптироваться к текущей жизни. Применять эти знания не вообще как попало, не как по стандарту, а применительно гибко приспосабливаясь к тем или иным конкретным обстоятельствам. И высшая ценность – человек, который умеет адаптироваться адекватно, безопасно, без конфликтов и т.д. Гуманистическая или феноменологическая личностно ориентированная парадигма. Она ориентирована на развитие и саморазвитие, на самореализацию. И здесь высшая ценность – это самореализация. Ну, либертианская, деконструктивистская или анархическая парадигма, да, она ориентируется не столько на приобретение новых знаний, а на ревизию, на пересмотр. Да, то есть, вот мы изучили эту тему, а что здесь можно поломать и улучшить? Поломать и улучшить, разрушить и на обломках создать новое. Фишка в том, что у каждой парадигмы, у каждого из этих подходов, свои методы обучения, что делаем мы, уважаемые коллеги? Мы думаем, что занимаемся гуманистической парадигмой, то есть, устраиваем всякие разные ролевые игры, кейс-стадии и тому подобные вещи, но требуем стандартного ответа. То есть, конечный результат, да, и внешне гуманистические методы обучения мы все равно подчиняем традиционной академической норме. Качество обучения от этого страдает. Да, ну вот пример из жизни, опять-таки, одной слушательниц нашего курса. Она в одной бизнес-школе училась, там, тренингом, да. Им говорят, вот, давайте применять креативные методы. Они там играют в эти тренинги, обыгрывают роли и все такое прочее. А им навязывается жесткая схема, жесткий стандарт, так и только так. И творчество, и инициатива становятся наказуемы. Да, и поэтому всякого рода ревизии, творчество и прочее прочее разрушаются и подчиняются ценности традиционной академической парадигме. Мы думаем, что мы большие гуманисты, а на самом деле мы приспособленцы или еще лучше диктаторы. Потому что подчиняем более высокие методы на другом. Еще один из важнейших признаков педагогического... Я тоже хочу переименовать Марина Вячеславовна педизайн в учебный дизайн или дизайн обучения. Потому что педагогический это еще и образовательный, это еще и воспитательный. А на самом деле он занимается только обучением. Ну, так перевели и так повелось. Один из важнейших принципов, требований, канонов, постулатов педагогического дизайна это центрация на ученике и на преподавании. На учении, а не на преподавании. То есть мы должны обеспечить каждого ученика необходимыми умениями, навыками и знаниями для их осуществления. Но еще центрация на ученике означает, что мы опираемся на проверенные способы, технологии, методы и приемы обучения. То есть мы должны действовать по определенным правилам, в рамках определенных технологий или методик, по определенным алгоритмам. А не исключительно опираясь на свою харизму, на свои яркие личные индивидуальные качества, успехи, принесшую нам популярность, пришедшую нам популярность благодаря этим успехам, на субъективный опыт и творческие индивидуальные особенности преподающего. Они, конечно, не исключены, но никуда ваша харизма от вас не денется, если вы харизматик. Извините. Но, педизайн стремится избавить учебный процесс от исключительного субъективизма. Ну, вот тот слайд про латанье дыр. Явный субъективизм доминирует, хотя он может тоже давать необходимые какие-то эффекты. Итак, принципы педагогического дизайна. Их всего пять штук. И все они центрированы на языке, на ученике. Почему я вынес это на сегодняшний вебинар? Да потому, что вы берете любой кусочек, любой свой курс, любой его раздел, голову, слайд и прочее, и смотрите, а соответствует ли вот этот курс, этот параграф, этот слайд, эта страница и так далее всем пяти принципам педагогического дизайна. Первый принцип гласит. Обучение осуществляется, когда ученики занимаются решением реальных проблем и задач. Да, то есть мы должны поставить нашему ученику конкретную проблему, реальную, реалистичную. Не обязательно он ее решит сейчас, может он ее через 10 лет будет решать, но мы должны сформулировать ее на уровне конкретной проблемы, а не только конкретных фактов действия операции. Не только. Знай и делай так. Аудитории должна быть предъявлена какая-то реальная проблема или реальная задача, которую учащиеся смогут справиться после изучения всего курса или его фрагмента. Примеры проблем. Ага, вот мы с вами рассматривали курс про машинное обучение. Проблема. Дорогие менеджеры, где и как в вашей работе может пригодиться с большими данными. Вот, мы эту проблему сейчас возьмем и с помощью этого курса и вас, дорогие работники компании X, мы сейчас будем решать. Следующая проблема. Педагогический дизайн или компетентностный подход, или электрификация обучения, в кавычках электрификация, да, ГОСа и так далее, проблема, увеличивают степень эксплуатации преподавателя или снижают уважение к личности преподавателя. Вот у меня недавно дискуссия была, да, педизайн снижает уважение к личности преподавателя. А вот давайте мы решим эту проблему, изучая вот этот вот курс, да. Мы работаем по профстандартам чего-то там, по корпоративным или не по корпоративным, по международным, как совместить эти стандарты с необходимостью думать и действовать творчески. Нет, это не совсем проблемное обучение. Это не совсем проблемное обучение, да, или это не проблемное обучение, так, они близки, но это не проблемное обучение по Лернеру или Махмутову. Чуть-чуть другое в педизайне проблемное обучение. Сейчас некогда об этом говорить. Или, наконец, да, вот менеджерские курсы. Как управлять подчиненными, не прибегая ко лжи, умалчиванию или замалчиванию информации и манипуляциям? Вот мы решаем эту проблему этим курсом. Принцип 2. Обучение осуществляется, когда необходимые уже имеющиеся у ученика знания обязательно включены в решение новых задач. То есть мы обязательно должны составлять свои задания, задачи так, писать свой контент так, чтобы он позволял вспомнить, связать, описать и применить прошлые знания из прошлого опыта, актуальные здесь и сейчас. Так, чтобы они обязательно были использованы для приобретения новых знаний. Вот оно, наше искусство преподавательское. Умеем мы это делать, будут у нас классные курсы, не умеем мы это делать, нам нужно повышать квалификацию или увольняться. Принцип 3. Обучение осуществляется, когда оно демонстрирует то, что должно быть изучено. Демонстрирует. А не просто сообщает информацию о том, что является предметом изучения. Ага, вот вам, ребята, таблица умножения, вот вам столбики, зазубрите К, эти столбики наизусть. Вот я вам показал, вы зазубрите, повторите на следующем уроке, я у вас спрошу. Нет. Покажите, как работает эта таблица умножения. Продемонстрируйте. Да. Покажите процедуры. Мультимедиализируйте, визуализируйте, анимируйте и так далее. Плюс обязательно дайте инструкции о том, как это применять. А то я вам, ребята, сейчас расскажу про машинное обучение. А как его применять? Это ваши трудности. Следующий принцип. Так вот, для того, чтобы стало дешевле применять педдизайн, его нужно знать. А он гораздо стройнее отечественной традиции дидактической. Четвертый принцип. Обучение осуществляется, когда ученики используют свои новые знания и навыки для решения проблем. Или задач. Да, ну, проблема это более масштабная штука, задача, и это вполне может быть даже одно конкретное задание. При этом, задание соответствует целям и задачам курса. Задание обязательно должно быть разнообразно, чтобы не было монотонии. Отдельные операции описываются и выполняются отдельно. И где это требуется? Где алгоритмика существует? Последовательно. И они реализуются с предсказанием последствий. Ага, что ты делаешь? А что в итоге будет? Вот что в итоге этого действия ты получишь? Или, какие ошибки ты здесь можешь совершить? Из четвертого принципа вытекают два следствия. Следствий больше. Но на самом деле, из каждого принципа вытекает ряд следствий. И ряд, если так можно выразиться, теорем. Как их применять? Но об этом, может быть, как-нибудь в следующий раз поговорим. Итак, следствие из четвертого принципа. Роль преподавателя постепенно ослабевает вплоть до нуля. А ошибки учеников рассматриваются как что-то совершенно естественное, закономерное, безопасное и ненаказуемое до поры до времени. Потому что мы учимся на ошибках. Большая часть нашей аудитории учится на ошибках. Именно благодаря тому, что мы делаем ошибки и учимся их исправлять, мы учимся. Какое у нас отношение к ошибкам в нашей педагогической традиции? Итак, мониторинг и исправление ошибок посредством разнообразной, сиюминутной, актуальной обратной связи является важнейшим. Принцип пять. Обучение осуществляется, когда учащиеся побуждаются к переносу новых знаний и навыков в свою повседневную жизнь. А как они это будут делать, если они на первом курсе или в третьем классе? Да очень просто. Мы предоставим им возможность публично, на занятиях, на уроке, в форуме, в виде проектной деятельности, индивидуальной или в группе, публично продемонстрировать, как они эти новые умения и знания применяют на деле. Они их защищают, обсуждают, оспаривают, развивают и так далее. Ну и наконец, реализация этого принципа может достигаться благодаря тому, что мы создаем условия, когда обучающиеся могут создавать, исследовать или изобретать новые и лучшие способы деятельности, использования новых знаний и умений. Что очень хорошо в вузах и особенно хорошо в корпорациях. Итак, хотите качественных курсов, проверьте, соответствуют ли ваши обучающие продукты, неважно, какие они, дистанционные или очные, или смешанные, или еще какие-нибудь, этим пяти принципам. Следующая проблема нашего вебинара. Способно ли смешанное обучение скрасить недостатки обучающих ресурсов? Понятно. Скрасить недостаточную компетенцию заказчика. Да, ну предположим, да, вспомним опять-таки курс про машинное обучение, или вспомним же курс про критическое мышление, или вспомним курс про, где C++ вместо основ алгоритмизации. Да, будет изучаться. Вот. Вот это связано с недостаточной компетенцией заказчика, потому что, скажу вам по секрету, вот это C++, ну на самом деле там был не C++, а повторюсь, Pascal 7.0 в реальном курсе. Но это было так давно, Pascal 7.0. Но этот Pascal 7.0 стоял во ВГОСе, как предмет изучения. Ну, в первой версии российского ВГОСа. Компетентен ли составитель этого ВГОСа был? Вот в чем вопрос, риторически. Но мы абстрагируемся. Если у нас нет необходимых средств для разработки электронного контента, ну нет у меня курсла АБА, нет у меня там Каптивейта, да, или чего-нибудь еще. У меня что-то попроще. Да. Хотя и те средства, которые попроще, ну например, Рейспинг, да, они все равно позволяют. Нет возможности, нет редактора курсов. Напишите текст. Такой, чтобы компенсировать отсутствие интерактивности. Дайте письменное задание, засуньте там в какой-нибудь бесплатный тестирующий ресурс. Дело в том, что мы можем, уважаемые коллеги, компенсировать недостатки. Компенсировать недостатки, да, вот эти вот технические. Ну нет у нас художника, нет у нас программиста. Ну давайте, если нет программиста, давайте поднатужимся, купим Айспринг и будем пользоваться теми возможностями, к примеру, Айспринга или другого инструмента, который позволит нам обходиться без услуг программиста. Вот. И потом организуем, благо Айспринг, это позволяет, как и многие другие редакторы курсов, там тот же артикулей, тот же курслаб, курслаб позволяет там осуществлять и переходы, и возвраты, и траектории индивидуализированные, и прочее, прочее. Вот. Ну, нынче дорог, ну, частному лицу дорог, какой-нибудь корпорации, это смешные деньги, и так далее. Так вот, уважаемые коллеги, если в компании, в вузе, в школе, да, есть дефицит вот этих вот вещей, ну, кроме дефицита времени, да, то мы можем их компенсировать именно за счет повышения интерактивности, за счет более качественного текстового контента, и так далее. И ждать лучших времен, да. Мы уже говорили с вами, что есть две предпосылки для снижения качества обучения. это степень профессионализма, степень разнообразия в профессионализме преподающего или разработчика контента, да, там, сценариста курса и так далее, и тому подобных вещах, да. Денег нет, это не имеет никакого отношения к обучению. Нет денег, компенсируй классной лекцией, компенсируй, я не знаю, там, эффектами какими-нибудь или триггерами в PowerPoint. Ведь в PowerPoint можно тесты и упражнения создавать. Мы с коллегами, когда вдруг обнаружили, что одна российская система, LMS, что одна российская, одной весьма популярной компанией, менее популярная LMS, да, ну, просто не обеспечивает обратной связи при тестировании. Мы нашли способ, как в обычном Microsoft Word, да, снять этот недостаток. Мы в Word создавали просто-напросто тесты, да, упражнения с обратной связью. И не за счет там каких-нибудь скриптов, а за счет просто гиперссылок. Он выбрал второй вариант ответа, ба-бах, пошел на такую-то страницу. Он выбрал другой вариант ответа, ба-бах, пошел на следующую страницу. Только за счет гиперссылок, ну, понятно, что потом Word документ сохранялся в HTML-формате. Все. Да, и это было, да, мы просто усовершенствовали ЛМС-ку, не буду говорить какую, чтобы не обижать авторов. Это было не так давно, всего года два назад. И так, уважаемые коллеги, резюмирую, да, мы должны руководствоваться принципом реальности. Есть у нас ресурсы или нет ресурсов, отсутствие материальных, финансовых и прочих ресурсов должно компенсироваться профессионализмом преподавателя. А когда они идут рука об руку и вы выходите на интеллектуальные обучающие системы, на системы искусственного интеллекта или с элементами искусственного интеллекта, на самом деле это тоже не так сложно. Уверяю вас. В том же Айспринге это можно реализовать, если включить мозг и владеть соответствующими методами. Да, Ольга Анатольевна, но если этого профессионала будут как собаку кормить ливерной колбасой и третьеводнишними костями, то он костьми ляжет, но не сделает. Он протестовать будет, он будет демотивирован. То есть здесь внешне и внутренне должно идти рука об руку на самом-то деле. И нельзя достичь всего разу, мгновенно и так далее. Поэтому мы должны руководствоваться принципом реальности реализуемости. И не плакаться. Ах, нам там курслав купят только в следующем году, а может быть и никогда. И не будет у нас дистанционки. Ну, поставьте себе бесплатную какую-нибудь ЛМС-ку. В каком-нибудь мудле этом не все так хорошо и удобно реализовано, Вайспринги, Круслаберти, Кулетти и так далее. Но многое реализовано, а то, что не реализовано, вы в видеолекции или на вебинаре да расскажете. Все. Следующий пункт из нашего резюме. Мы должны доводить компетенции разработчиков курсов, преподающих и качества до необходимого и достаточного уровня качества. Почему необходимого и достаточного? Да потому, что разработка курсов и преподавание это итерационный процесс. Вы преподаете физику, я преподаю физику. У вас отличные результаты, у меня отличные результаты, но методика преподавания у нас совершенно разная. И это есть хорошо. И еще тысячи других преподавателей преподают тот предмет, который мы с вами преподаваем, и тоже делают это хорошо, но по-своему. Далее, мы должны предельно автоматизировать электронную часть обучения. Предельно. Предельно это имеется ввиду, насколько здесь и сейчас, сегодня возможно, постепенно наращивая. Во-первых, потому, что автоматизация, да, алгоритмизация и прописывание разного рода алгоритмов наш собственный ум нашей компетенции в порядок приводит, а во-вторых, облегчает нашу жизнь и высвобождает время для более творческих работ, там, где это необходимо. Ну, и, наконец, компенсировать дефицит ресурсов мы можем качеством того контента и качеством тех интеракций, которые реально создать здесь и сейчас, благодаря имеющимся ресурсам и компетенциям преподавательского или разработческого состава. Вот такое у нас получилось резюме на основе результатов опроса. И, таким образом, вот результаты опроса, они еще раз представлены здесь, я не поленился лишний раз скопировать. ответ наш на то, как негативные факторы в нашей сфере, связанные с, зафиксированные в этом опросе, можно преодолеть в общих чертах. Итак, уважаемые коллеги, я, собственно говоря, закончил, готов ответить на ваши вопросы, которые вы можете задавать. Кто-то может с нами расстаться, попрощавшись или уйдя по-английски, а тем, кому интересно, я могу рассказать о двух наших ближайших программах, о наших двух онлайн-курсах. Спасибо, коллеги. Итак, во вкладке вопросов пока пусто, я жду вопросов. Итак, первый курс, который стартует у нас 18 марта, называется «Основы проектирования и создания результативных электронных курсов и электронных образовательных ресурсов». вот здесь обобщенном в сжатом виде программа курса, а вот ссылка на него, коллеги, обращаю внимание, что вы можете скачать презентацию сегодняшнего вебинара и ссылки, которые вам и Павел Юрьевич оставил, и которые я вам оставил, вот, и уже пользоваться той информацией, которая находится по этим ссылкам. этот курс это на самом деле основы педагогического дизайна применительно к электронным обучающим продуктам. Запись вебинара будет выложена потом вот там, где вот Павел Юрьевич давал ссылки в начале чата, и они же и там есть ссылка по-моему в ресурсах, где вы можете это взять. Коллеги, я жду ваших вопросов. Итак, этот курс, как и большинство наших курсов имеет несколько уровней. Первый уровень самый простой, самый дешевый, да, вы можете за весьма скромную, меньше, чем существующие сейчас на рынке в большинстве наших коллег программах, вы просто присутствуете на всех вебинарах, получаете все материалы вебинаров, плюс еще дополнительные некоторые, которые необходимы вам до работы. Да, в уровень, работая на уровне 2, который, понятно, несколько дороже, вы получаете доступ к ЛМС, где имеете доступ к интерактивным лекциям, объеме на сегодняшний день, более 100 страниц, они интерактивны, к практикум, заданиям для самообразования, для самоконтроля, и можете выполнять работу и участвовать в форумах, обсуждая их работы с коллегами. На уровне 3 и 4, вы уже выполняете домашние задания, практикумы, на материалах своих собственных курсов, на материалах своих, то есть, вы не просто выполняете домашние задания, которые я вам предложу, нет, вы будете выполнять те задания, которые я вам предложу, создавая куски контента собственных курсов, неважно каких, электронных, желательно, смешанных или очных, для слушателей уровня 3, 4 домашних работы, для слушателей уровня 4, 8 домашних работ, плюс устные консультации, до 3 часов устных консультаций, которые, то есть, мне задают вопросы, я на них отвечаю, и наше общение записывается, и потом запись получают тот или иной слушатель, ну и конечно, на 3-м и 4-м уровне вы можете задавать вопросы в форумах и получать на них ответы, по ходу работы, и наконец, большая программа, которая включает в себя 4 курса, да, это те же курсы, которые у нас идут и для широкой публики, но вы можете записаться на все на них, да, на 3 или на 4 курса, почему на 3, потому что 3 базовые основные рассчитанные на электронное прежде всего обучение, а 4 курс для тех, кто еще и смешанным занимается, это дизайн смешанного обучения, если кому-то смешанное обучение не нужно, вы работаете на курс, работаете только на первых трех курсах, да, первый начинается в марте, последний заканчив, вот этот третий заканчивается в ноябре, вот, а четвертый заканчивается в декабре, так, коллеги, пусто на составке вопросы, я все болтаю, болтаю, поджидаю, что у вас вопросы появятся, вот, и вы можете записаться на подобного рода инкубатор, в чем его особенность, да, то есть, я, если нужно, мои коллеги будут постоянно консультировать и сопровождать разработку вами уже целых курсов, а не отдельных их кусков, в течение, до конца года, далее, вы изучили курс в апреле, доступ к нему открыт до конца девятнадцатого года, между курсами вы получаете групповые индивидуальные консультации в необходимом вам объеме, а не в том, который мы вам навяжем, вот, при желании вы можете еще и взять дополнительные курсы, связанные со специфическими узкими темами, да, ну, например, мотивационный дизайн или активные интерактивные задания в курсах, ну, а я бы, вот, и в результате этого инкубатора вы можете, ну, вот, представители корпоративного обучения могут в течение вот этих девяти, десяти месяцев создать до трех собственных курсов, если они целиком и полностью под ключ, если они небольшого объема, вот, ну, а преподаватели, которые работают в академическом секторе, если у них там курсы там на двести пятьдесят часов, то половину и более половины этого объема мы с вами работая в паре и взаимодействие с учениками создаем, вот, итак, коллеги, ваши вопросы, вопросов нет, не то все так ясно объяснил, что в вопросах вы не нуждаетесь, уважаемые коллеги, вот, не то все абсолютно непонятно и нереалистично, в чем я сильно сомневаюсь, да и вы, читая фамилии в чате, я вижу, насколько это реалистично, так, все понятно, ага, всем всего доброго, спасибо, это ответ, а не вопрос, вот, уважаемый Вячеслав Александрович, итак, коллеги, благодарю вас за работу, еще напоминаю, если вы этого не сделали, в закладке ресурсы, вы можете скачать все необходимые ссылки и презентацию этого вебинара, все, я умолкаю и передаю хозяину виртуальной комнаты, спасибо огромное, нашему сегодняшнему спикеру, Владимиру Новому, как всегда, содержательный и замечательный вебинар, очень советую вам поучаствовать в курсе Владимира, который не первый год проводит свои курсы, от себя я записал в чате, сертификаты об участии в этом вебинаре уже сформированы, можете их получить, и напоминаю, что Директ Академия это вебинары каждый день, до конца нашей сокращенной недели будет еще три вебинара, и прошу вас на эти вебинары, они тоже должны быть интересны, спасибо большое, до новых встреч в Директ Академии, спасибо Владимиру, спасибо всем, кто пришел. Субтитры сделал DimaTorzok, Продолжение следует...